В Краснодаре появилась аллея славы бокса Южного Федерального округа. В России это первый подобный проект, посвященный великим боксерам. Открытие аллеи приурочили к Международному Дню Бокса. Виктория Дубовая расскажет подробнее. На 100-метровой аллее заложили 41 именную звезду. Они посвящены боксерам, уроженцам Южного Федерального округа, чемпионам Олимпийских игр мира и Европы. Рядом с каждой QR-код. С его помощью можно узнать все о жизни и достижениях спортсменов. Еще 9 таких звезд остались свободными. Они ждут новых победителей. В центре города Краснодара мы открыли такую замечательную аллею, которая будет называться аллея бокса, аллея славы бокса. И где будут увыковечены имена наших прославленных мастеров кожаной перчатки. Идея создать аллею предотвежит руководителю дирекции Федерации бокса в России ЮФО Дмитрию Кашину и основателю благотворительного фонда «Точно добро», владельцу ГК «Точно» Николаю Амосову. Николай – отец семерых детей, активно поддерживает семейные ценности и преемственность поколений. Поэтому главным арт-объектом аллеи славы бокса стала бронзовая скульптура под названием «Будущий чемпион». Композиция идущих на тренировку отца и сына напоминает о важной роли родителей и наставников в воспитании будущих звезд спорта. Первый чемпион, кого сюда занесли на аллею славы бокса ЮФО 33-го года, чемпион СССР. Поэтому придут его родственники и будет им вручаться свидетельство звезды. Также аллею украшают четыре стеллы с именами заслуженных тренеров и судей ЮФО. Аллея славы – это часть миссии для развития и укрепления спортивных традиций не только в крае, но и в стране. Объект призван стать источником вдохновения и дать мотивацию юным спортсменам. В церемонии открытия приняли участие легендарные боксеры и общественные деятели. Вел мероприятие известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Конечно, хотелось бы от вас услышать овациями. Вам понравилась не только идея, концепция, но и воплощение аллеи славы. На создание аллеи потрачено более 66 миллионов рублей. До этого выготовительный фонд «Точно добро» построил и передал Федерации бокса России в ЮФО. Школу единоборств также реконструировал спортивную площадку в парке «Солнечный остров». А в 2023 году построил в Краснодаре первую в Южном федеральном округе инклюзивную площадку для детей и взрослых. Виктория Дубовая, Артём Тумарь, Виктория Зальцман, Кубань-24, Краснодар.